Привет! Вы любите февраль? Лично я вообще не люблю февраль. И я обнаружила, что я не одна такая. Мне стало интересно, почему же это так. К тому же в феврале 28 дней, в отличие от всех других месяцов, в которых 30 и 31. И мне сразу подумалось, наверное, это неспроста. И я полезла искать информацию. Вы тоже, конечно, её можете полезть, найти и почитать. Но тому, кому лень, я расскажу в этом видео. В чём фишка? А фишка в том, что тот календарь, по которому мы живём сейчас, григорианский, он нам достался в наследство от Древнего Рима. И тогда в Древнем Риме было не 12 месяцев в году, а 10. И начинался год с месяца марта. Ну, логично, с весны, когда природа оживает, когда жизнь начинается, как бы заново. Вот. Но такой календарь не соответствовал лунным и солнечным циклам. И в 8 веке до нашей эры царь Нумо решил это всё упорядочить, навести реформу, исправить. И в связи с этим появилось в году два новых месяца. Январь и февраль. Они вот добавились. И получается, что февраль в календарь попал самым последним. И ему просто не хватило дней. В то время чётные месяцы были 30-дневными, нечётные 31-дневными. А февралю просто не хватило дней, и у него оказалось 29. К тому же название февраль, оно переводится как очищение. И вообще этот месяц, он связан с очищающими обрядами, с поминками, с усопшими. В Древнем Риме был связан. И поэтому он такой ещё покороче, для того, чтобы побыстрее его прожить, и побыстрее начать настоящий Новый год и новую прекрасную жизнь. Поэтому неудивительно, что у него такая энергетика не очень прекрасная. Насколько я знаю, февраль очень сложно переносится многими людьми. И я сама его не очень люблю. Вот древние римляне его тоже не любили. Вот. Но тогда же было 29 дней. Почему сейчас стало 28? А потому что в какой-то момент месяц июля, который тогда назывался по-другому, он назывался Квинтиус, ну, пятый он считался по счёту, его переименовали в июль в честь императора Юлия Цезаря, который сделал очень много для Древнего Рима. Вот. А следующий, другой император, Октавиан Август, он решил в честь себя тоже переименовать месяц. Итак, шестой месяц стал августом. А так как он был тридцатидневным, хотелось уравнять заслуги обоих императоров, следовательно, к июлю прилепили ещё один день. Откуда надо было отщипнуть этот день? Правильно, от февраля. Так, в феврале стало 28 дней, которые у нас есть сейчас. Но так как это не соответствует, опять же, вот этому солнечному циклу, и со временем, если не учитывать те часы, которые нигде не учитываются, просто пропадают, то опять получается большая разница, большая разбежка между календарём и циклами. И тогда по расчётам было решено добавить один раз в четыре года в февраль ещё один двадцать девятый день. И так этот год получился високосным. Почему он тогда считается високосным, не очень приятным днём для начинаний? Потому что месяц, который не самый лучший, он становится длиннее. Вот, в общем, вот такие вот дела. Про февраль месяц. Мне кажется, февраль любят и ждут только те, у кого день рождения в феврале. Хотя на самом деле в феврале есть ещё праздники, например, день всех влюблённых, возможно, влюблённые ждут этого дня, а многие люди, наоборот, расстраиваются, что он есть, и лучше бы его не было. В общем, февраль месяц непростой, и сейчас он заканчивается, и я вас всех с этим поздравляю. Начинается весна, то есть начинается своеобразный Новый год природный. И мне кажется, это отличное время для того, чтобы загадывать желания, для того, чтобы вот сегодня, в этот последний день зимы, что-то отпустить из своей жизни, провести какой-то ритуал свой собственный, который поможет оставить прошлое в прошлом, и обновлёнными войти в весну и в новую жизнь. В общем, желаю всем хорошего Нового года!